Символ любви и супружеской верности Вот с чего все начинается. Команда дизайнеров разрабатывает эскиз. Задача ювелиров – воплотить фантазии художников в жизнь. Для этого на первом этапе к золоту 999-й пробы добавляют никель, серебро и ладонь в виде грамм. Это так называемые лигатуры. Их тщательно взвешивают и помещают в специальные печи. Здесь происходит сразу несколько процессов. Металлы плавятся при температуре почти 1000 градусов, смешиваются до однородного состава. Благородного металла в сплаве будет ровно 58,5%. Отсюда 585-я пробы. Здесь же происходит формовка в виде трубки. Это и есть заготовка для будущих обручальных колец. Пройдя испытание протяжкой, наша трубка получает нужный диаметр и отправляется в соседний цех. Здесь ее ждет мастер, чтобы поместить вот в этот станок. К слову, в серийном производстве большая часть процессов автоматизированы. Однако без чуткого контроля человека не обойтись ни на одном из этапов производства. Задав необходимые параметры, специалист следит за тем, как станок режет трубу на заготовке. Согласитесь, они уже похожи на будущие ювелирные шедевры. Но впереди их ждет еще немало увлекательных процессов. Это гордость белгородского ювелирного завода «Карат». Немецкие станки с цифровым управлением, не имеющие аналогов в России. Сюда-то и попадают наши заготовки. Компьютеризированная система самостоятельно сортирует и закрепляет драгоценные камни разного диаметра и размера для различных колец, в том числе и обручальных. На изготовление кольца в среднем уходит 6-8 минут. Все зависит от сложности рисунка на изделии и количества камней. Кто-то предпочитает консервативные золотые ободки, так называемые гладкие модели. Так или иначе, есть мнение, что обручальные кольца способны на большее, чем просто показать окружающим, что человек состоит в браке. Они могут защитить от невзгод и привлечь удачу, улучшить взаимоотношения и освежить чувства. Такими всесильными их делает православная символика, нанесенная на золотую поверхность. Надпись «Спаси и сохрани» не просто дополнительный элемент украшения обручального кольца, но и сильный амулет. При помощи этого станка белгородские ювелиры наносят на кольцо гравировку. Кольцо гравировка Будущие молодожены, чтобы из множества моделей выбрать свои единственные и неповторимые обручальные кольца.